Здравствуйте, мои дорогие! Пятница 11 ноября, 5 часов вечера где-то, вот у нас, у нас где-то часа два, вот сейчас идет такой маленький-маленький моросящий дождь. Вот смотрите, у нас темно так, такой спокойный-спокойный, спокойный разговор Господа с нами. Во всяком случае, у нас. Детки уже пришли, дети пришли со школы, я пащусь, сейчас выпила кофе на воде растворимой. Слушайте, через час, сегодня же пятница, да, это ровно шесть месяцев как со дня моего дня рождения. Очень много событий произошло 8 мая этого года. Дело в том, что там как раз совпало, было воскресенье, потом день матери, а потом день рождения моей матери. И мне пришлось тогда везти машину, потому что муж ушел, реферити. И, в общем, здесь США, день матери, день матери, а я мать троих. Троих из моей вомб, по-английски вомб это животик. Не совсем животик, но вот утроба, вот так вот красиво сказать. Так вот, здесь самый огромный праздник, это день матери. И на этот день матери, в общем, не то, что там куда-то там отмечать, или просто, знаете, вот провести время с семьей. Дело в том, что я росла очень бедная, бедная, но подружки у меня были из разных семей. Это я сейчас повторяюсь, но, может, кто-то не слышал. И я видела людей с очень большим достатком. Ну, я имею в виду в детстве. И я была вхожа во все дома. Дело в том, что у нас, ну, вот в классе, в нашей элитной школе, в нашем классе, из 30 человек, у нас была где-то половина, ну, так, среднего достатка, но человек 10 было очень-очень солидного, где дедушки, там, у одного мальчика у нас дедушка генерал, то есть они такие дети архитекторов в таком плане. И я из, в принципе, среднего достатка, но никто ничего, очень многие, немногие, вернее, немногие обо мне что-то знали. Только очень самые приближённые там подружки, и были некоторые подружки очень бедные, у некоторых родителей, ну, там, мама уборщицы, допустим, убирала, я всегда была нелезоприятная. Мне абсолютно было вот безразлично, с кем дружить. Мне просто хотелось дружить, вот, дружить. Так вот, в детстве, считайте, я бедненькая была, и я абсолютно не страдала от того, что вот я там кушала жареную картошку. Сама себе там жарила 7 лет, вот, эти полгода, и даже предпочитала какую-то свою картошку, чем, допустим, какой-то борщ. Или мечтала просто о куске жареного хорошего мяса, вот. И я его впервые поела, где-то мне было 9 или 10 лет, вот, в Ленинграде, поэтому я рассказывала. Так вот, в принципе, я не страдала, потому что мы с девчонками там бегали, и некоторые из девочек, но они были из состоятельных семей, родители, если были на работе, то в некоторых... Ну, знаете, вот, даже у одной девочки у нас отчим был Гена, и имя его Гена, и он очень добрый был, очень добрый. Это был второй брак у Аниной мамы, и он им никогда ничего не говорил, что мы там опустушали весь холодильник. Вот нас было трое, я, Аня и Наташа, ну, Аня. Я у Ани часто оставалась ночевая, сейчас она живёт в Чикаго, вот, и потерялись, в общем, мы. На одноклассников мы, на одноклассниках встретились, кажется, я здесь, да, я уже здесь была в США, и как-то вот мы потерялись, не могу найти её адрес. Так вот, когда уже... Я просто говорю, что я не очень страдала, у меня не было там, знаете, вот, какого-то культа еды, там, знаете, вот о чём-то я мечтала. Я очень переборчивая была, я терпеть не могла цветную капусту, я ненавидела грибы, я не ела сало, я не ела... Ну, вообще, что бы я ела, я бы ела только спагетти, спагетти длинные с майонезом, с майонезами, жареную картошку. Когда я выросла, я мечтала сходить в рестораны, там, вот, мечтала, но я больше, ну, знаете, так, ну, мечтала. Но, когда я уехала в Аргентину, я эту мечту осуществила, я пошла просто работать в ресторан. Меня принимали в лучшие рестораны, то есть я уже вот так вот наелась, знаете, вот у еды, и меня очень баловал, ну, в таком плане, полицейский, вернее, он сам себя баловал насчёт еды. Ну, и меня, естественно, водил везде. Я имею в виду, может, потому что я красавица такая, вот, была рядом с ней, знаете, я не знаю, но он вниманием не страдал, женщина, может, ему хотелось вот просто вот прийти, потому что на нас реально это было полное всегда вот внимание. Куда бы я с кем ни пришла, это было всегда полное внимание. Вот, никогда я этим обделена не была. Потом я уехала в Одессу, и вот действительно голодные эти вот времена настали, вот когда мать Артурщика выгнала, и она уехала в этот, в Сибирь. Ну, и я кормила ребёнка, а что я ела, вот, там целое лето. Я утром покупала, значит, какой-то или батон, или булочки, и пол-литровую бутылку молока на привозе каждый день. Это была моя еда, потому что я всё лето с Артёмом работала. И это перед девочкой Евдокия было. Это был 2005 год. Вот, я всё лето там проработала, оставила несколько видео. Вот, представляете, вот, но мы тогда жили у этой, у одноклассницы Светы, и я приходила домой туда, и я приносила продукты. Я покупала сыр, то есть, чтобы не быть лишним ртом. Вот, и потому что у меня там жил Артур. И, причём я покупала колбасу, вот такое вот, знаете, не просто, ну, картошку, а покупала, ну, такие вот, колбасу, масло, сыры, вот такое дорогое. И вот таким образом. А я себе целый день вот там вот держалась на том молоке. И тётя Гала там варила супчики, вот я там приходила вечером, ела супчик какой-то. Вот, а потом нас попросили оттуда. Так смотрите, а потом настали времена ещё хуже, потому что оказалось, что у Сашки этих долгов, вот так вот, знаете, вот, ну, по моей квартире он надел. Он вообще не проплачивал квартиру. Газ был отключён, свет был отключён, полный счётчик, и трубы там прожавели, пол прожавел. В общем, АГВ горело на полном серьёзе, просто вообще один раз загорелось. Просто при мне, если бы меня там не было, то и это Господь просто спас, что он меня там вот оставил вот в ту минуту, когда прямо на моих глазах загорается АГВ. Вот оно такое было старое. И, в общем, я тогда покупала только еду. Я тоже ставила видео только для Артура, а я ела на работе. Вот тогда у меня уже с Евдокией работа попалась, и даже я не просила, чтобы меня кормили. То есть бабушка Евдокия, крепкого ей здоровья, она вот сама так сказала, что там меня будут кормить. И я никогда не говорила, что вот я, ну, знаете, вот, ну, утром или там, вечером, во-первых, шла после работы и покупала еду Артуру. Покупала одну растишку, покупала один йогурт. Вот, в таком плане, потому что у него, ну, у него со здоровьем было плохо. И покупала ему этот фаршик, там, турки, это, как ее, индейка, и мяско ходила, именно покупала вот только ему. То есть все, что я вот думала, когда там в детстве, вот если бы у меня какие-то хоть какие-то деньги были, вот ходила, практически каждый день на привоз бегала и покупала Артуру свежие продукты. И еще я козьим молоком его тогда отпаивала, вот, когда он, ну, там, убегал. Ну, это подростковый возраст. И, в общем, на работе, вы знаете, вот Господь настолько обо мне заботился, что я не чувствовала себя голодной никогда. То есть мне, я даже и жаловаться не хочу. Это просто грех. Здесь, в США, все 14 лет, мне просто еда эта не нравится. Вот очень не нравится. Она просто пластиковая, она просто пластиковая. Я поэтому тоже ставила, говорила, что я поэтому и огород, вот, и держу, и свои эти вот и продукты. Но, знаете, я и пекла, все. Но вот сейчас я разленилась. И, слушайте, и тем более дети, они как-то, ну, вот, даже привыкли, они к этой американской еде, к американскому хлебу. То есть пластиковая, не пластиковая, они спокойно едят. А я, вот, у меня среда пятницы, когда у меня эти посты, вот, я, знаете, вот, у меня такого, в принципе, нету, чтобы я, знаете, вот, сидела и вот там мечтала о какой-то еде. Нет, макароны, спагетти. Вот я сейчас поела спагетти на полном серьезе. Я думаю, потому что я ходила, ходила, а вчера, например, ходила, ходила, и такая, я голодная, я голодная. А этот муж говорит, вчера, вот, или поздно, не помню, или во вторник, в общем, что-то я голодная ходила. Он говорит, возьми эти muscles. А muscles это мидии. В общем, здесь это деликатес. А я их терпеть не могла. Я их никогда в Одессе не ела. Я ела кальмары. Вот что я любила, я любила кальмары. Он мне такой, поешь muscles, дети любят. Он покупает, они дорогие очень, в пакетах. Ну, слушайте, на меня не угодишь, потому что я, ну, вот, в принципе, на меня и не надо угождать. Это было всего лишь так просто. Мы женаты 14,5 лет. Нет, вообще-то за 14,5 лет можно было хоть чуть-чуть изучить собственную жену, потому что, если я хочу, допустим, угодить или что-то это вот, я точно знаю, что он будет кушать. А если бы он мечтал так вот там, допустим, за день рождения. Например, на день рождения, вот, на мой этот день рождения, сейчас я вторую часть поставлю. Мы же, он же меня повел в этот вот, я хотела идти в китайский ресторан. А китайский ресторан был закрыт, вот, 11 мая. Вот, и я именно хотела в китайский, потому что там можно повыбирать. И он говорит тогда, куда второй? И вот мы вошли в Тимсплейс. Это там, где мужчина выиграл по лотерее, вот, несколько миллионов и открыл ресторан. И там у меня любимая пицца из морепродуктов. Вот, из морепродуктов. А он её терпеть не может. Он никогда, вот, где бы мы ни пришли, он вот так нос воротит, знаете, вот, говорит, пицца с морепродуктов, фу, а мне очень нравится. Вот, представляете, вот, если бы, допустим, что-то хотел, поди, значит, вот, принеси мне, поди купи, вот, если я это всё говорила за все эти 14 лет. И не хочу я ни списки писать, потому что я здесь была дома вот 14 лет. Если человек понятия не имеет, что мне нравится, мне предложить вот что-то, как предложит, слушайте, именно то, что я терпеть не могу. Вот, я говорю, белое-чёрное, чёрное-белое. Ну, говорит, ну, тогда, значит, ходи голодная. Впечатление, что... А, ну, ну, какое впечатление? Ну... Ой! Любовь, любовь! Любовь зла! Ну, вау! Ну, я думаю, что это... Ну, 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 ну...